Добрый день, уважаемые коллеги, я приветствую вас на заседание институтационного совета. Хочу сказать, что это заседание институтационного совета у нас необычное, потому что в нашу полку прибыло. Поскольку специальность стоматология у нас развивает защита, мы вводим двух членов институтационного совета. Я не ставлю, это Шалабарин Клара Духарнаевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры интернатуры и визитентуры по стоматологии Национального медицинского университета имени Свиньярова. И Еслям Галиева Абдаг Манаповна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафтой ортопедической и детской стоматологии Медицинский университет Астанава. Таким образом, из 15 членов институтационного совета по явочному листу на сегодняшнем заседании присутствуют 14. По важительной причине отсутствует председатель диссерата, доктор медицинский доктор Мухамбетова Анары Кубековна. Соответственно, форум для проведения совета имеется и разрешите заседание диссертационного совета считать открытым. На повестке дня защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии PHD Жанма Гамбетовой Аддина Деджановны на тему гигиенический и микробиологический аспекты стоматологического здоровья у детей при поддонатическом лечении по специальности 6D 1101-00 медицина. Данная диссертация выполнена в Карагандинском государственном медицинском университете. Научный консультант Кулиутаева Светлана Анатолиевна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кардинерой стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии Карагандинского государственного медицинского университета. Ахметова Савле Балтабаева, кандидат в лице СБУ, доцент, заведующая кардинерой микробиологии Карагандинского государственного медицинского университета. Голуберский Андрей Мячеславович, доктор медицины, заведующий Центральной научно-исследовательской лабораторией Северного государственного медицинского университета, город Архангельск. И профессор, также является профессором кафедры общественного здоровья и здравоохранения Северо-Восточного федерального университета города Якутска. Горбатова Мария Александровна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий в кафедре стоматологии детского возраста Северного государственного медицинского университета, город Архангельск. И официальные рецензенты Замураев Алмау Ахитовну, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической и детской стоматологии Медицинский университет Астана и Смогулов Канат Мадивевич, кандидат медицинских наук, ассистент, кафедры терапевтической и аспектической стоматологии Карагандинского государственного медицинского университета. Для оглашения документов личного села соискателей слово предоставляется ученому секретарю, кандидат медицинских наук, ассоциированный к профессору Маркулов Баужан-Кагеновичу. Пожалуйста. Благодарим, председатель, уважаемые члены Северного совета. В личном деле лекторанта Замагомед Вадима Грибинзановна имеются все документы по перечинам требуемых комитетов по контролю сфере образования науки в Министерстве образования науки в Северного государственного университета. Разрешите опросить характеристику. Жармагомед Вадима Грибинзановна окончила Карагандинский государственного университета в 2011 году по специальности стоматологии. В 2013 году закончила интернатуру по специальности врач-стоматологии общей практики. В 2012-2014 годы обучалась в магистратуре по специальности 6Н-110-100 медицина. С сентября 2012 года работает на Кайфстере стоматологии детского возраста и физической стоматологии и оказывает портодетическую помощь детскому взрослому населению в стоматологической клинике. Карагандинского государственного университета. В 2014 году докторант кафедры стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии КГМУ по специальности 6D-110-100 медицина. За годы обучения в докторантуре выполнено диссерационную работу «Гигиенические и микробиологические аспекты стоматологического возраста у детей при ортодогическом лечении». Ставлено на заискание степени доктора PhD. Тема диссерационной работы научных руководителей утверждена на заседании ученого совета Карагандинского государственного медицинского университета протокол номер 3 от 23 октября 2014 года. За время прохождения докторантуры имеют под 7 диссертаций 12 публикаций, из них 1 инновационный патент Республики Казахстан, 4 публикации в научных изданиях рекомендованных комитетов по контролю сфере образования и налоги ОНРК, 5 публикаций в материалах международных и зарубежных конференций, 2 публикации в международном научном издании, входящем в информационную базу компании «Скопус». В личном деле докторант имеются ОТВ, отечественных и зарубежных научных консультантов, положительное заключение межкапидрального заседания Карагандинского государственного университета, выписка из протокола расширенного заседания качества и научно-экспертной комиссии, протокол номер 5 от 2 июня 2017 года подписано председателем совещания доктора меднаук профессором Слугоновым Герметом Рамичем, в котором диссертация рекомендована в публичной защите. В Национальном центре научно-технической информации был проведен сравнительно сопоставительный анализ диссертации докторанта, в результате анализа совпадения не обнаружено. Также диссертация прошла техническую проверку в Национальном центре научно-технической информации. Таким образом, документы Жармагамбета Вадима для Безжановны соответствуют установленным комитетом по контролю сфере образования и науки ОНРК. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Для изложения основных положений диссертации слово предоставляется докторанту Жармагамбета Вадима Кириджановны. Пожалуйста, вам 20 минут. Любоко уважаемый председатель, члены диссертационного совета, разрешите представить ваше внимание результаты диссертационной работы. Зубочерестные аномалии – это врожденные и приобретенные нарушения развития зубочерестной системы. Зубочерестные аномалии приводятся к статистическим нарушениям, которые вызывают психологический дискомфорт, а также функциональным нарушениям. Применяющиеся для лечения ортодонтических конструкций, устраняя зубочерестные аномалии, нормализуют функции зубочерестной системы, обеспечивают эстетические потребности пациента, повышают качество жизни в целом. Тем не менее, наличие поводсерта пациентического аппарата ухудшает условия ее самоочищения, осложняет уход за зубами и создает условия благоприятствующей развитию кариеса зубов. В настоящее время сравнительные данные микробиологического и гигиенического фактора профиля у детей при аппаратическом лечении отсутствуют. Профилактика осложнений, возникающих во время аппаратического лечения, остается актуальной проблемой. Целью исследования явилось изучение влияния микробиологического и гигиенического фактора на стоматологическое здоровье детей, находящихся на ортодонтическом лечении. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи. Изучить показатели стоматологического здоровья детей по критериям Всемирной организации здравоохранения, провести комплексную оценку гигиены полости рта у детей, находящихся на ортодонтическом лечении, провести сравнительный анализ изменений микрофлоры полости рта при сёмном и несёмном видах ортодонтического лечения, определить критические уровни колонии образующих из них микроорганизмов, развитие кариеса зубов при различных видах ортодонтического лечения, провести коррекцию влияния микробиологического и гигиенического факторов на стоматологическое здоровье при асодонтическом лечении. Материалы методов исследований. Проведено стоматологическое и гигиениологическое обследование 1600 детей города Караганды в возрасте от 6 до 17 лет. Стоматологическое обследование осуществлялось методом опроса и осмотр с использованием стандартного набора стоматологических инструментов при искусственном осуществлении соответствующих рекомендациями ГОСС. Анкетирование 400 детей включённых в исследование с использованием валидной анкеты «Анкета о здоровье полусерта детей», разработанное ГОСС в 2013 году. Артодонтическое лечение 200 детей с удочерестными аномалиями. Для проведения исследования согласия дали родителей 200 детей в возрасте 12 лет. Артодонтическое лечение состояло из трёх этапов. Первый этап подготовительный. На данном этапе проводилось устранение теологических факторов, стонация полусерта и диагностика для составления плана лечения. Диагностику входило в биометрическое исследование модели челюстей, которое включало определение индекса КОНа, Кархауза, ТОНа и СНОГИНОЛЬ. Андропометрическое и кодометрическое исследование включало определение индекса ИЗАРА. При рентгенологическом исследовании пациентов использовали ортопантомографию челюстей, телерентгенографию черепов боковой проекции и внутриротовую рентгенографию. Второй этап – активно-ападонтическое лечение. На данном этапе дети обоих ООО были рандомизированы на две группы путем случайной выборки. В первой группе лечение проводилось сёмной ортопантической конструкцией, во второй группе лечение проводилось несёмной ортопантической техникой. Третий этап – активно-ападонтическое. Микробиологическое исследование включали определение агрегатные факультативные микрофоры зубного налёта в боковом и фронтальном отделах зубных рядов, а также в пунктах ретензии ортодонтических конструкций. Забор материала проводили с использованием бумажных дисков, предварительно предупредив пациента о необходимости не проводить чистку льго и аппаратов в день забора материала. Далее производился посев на питательные среды, которые в дальнейшем инкупировались в термостате. Окрашивание проводилось по методу Грамма и Гури, при этом оценивали морфологические и текторальные свойства микроорганизмов. Идентификация выделенных микроорганизмов проводилась до рода на аппарате МАЛДИ. Все перечисленные высшие исследования проводились в динамике до акадонтического лечения, во время акадонтического лечения и после акадонтического лечения. Для улучшения состояния гигиены полости рта проведено определение снижения степени колонизации микроорганизмов с применением антисептического раствора хлоргексидина биглюканата в концентрации 0,05%. Статический анализ проводился с использованием программы СПСС 20-й версии для операционной системы генирус. В ключевых возрастах по ВОЗ отмечалось увеличение распространенности кариеса зубов и заболеваний парадонта из выживесных аномалий с возрастом. Распространенность кариеса зубов и заболеваний парадонта в возрасте 12 лет отмечена как высокая. В ходе исследования установлено, что интенсивность кариеса из-за болеваний парадонта в среднем. У детей, включенных в исследование в структуре зубочувственных аномалий, чаще встречались аномалии положения отдельных зубов. Аномалии прикуса встречались у 27,8% детей. Чаще встречался дистальный прикус. При анализе ангетирования было определено, что лишь половина опрошенных детей чистят зубы 2 раза в день. На вопросы применения гигиенических средств по уходу за полостью рта было выявлено, что более 97% детей используют только основные средства гигиены полости рта. В повседневном уходе дополнительные средства гигиены полости рта применяются в очень редких случаях. При статистическом анализе было установлено зависимость между состоянием зубов, десен и образованием отца и матери. Таким образом, анализ ангетирования показал недостаточного уровня знания гигиены полости рта у детей, что требует тщательного обучения гигиене полости рта во время отодонтического лечения для поддержания здоровья полости рта. Также установленная связь показывает, что необходимо обучать гигиене полости рта не только детей, но и родителей, которые в дальнейшем будут контролировать содержание гигиены полости рта и приливать данные навыки детям. Показатели интенсивности кализа зубов и состояния гигиены полости рта в фазе активного отодонтического лечения повысились. Повышение показателей интенсивности кализа зубов связано с появлением многих коррозных поражений на зубах. Прирост кализа в первой группе составил 0,6, а во второй группе – 2. Лишь после лечения отмечалась положительная динамика. Показатели индекса кумана в всех фазах отодонтического лечения составили 100%. Состояние гигиены полости рта до начала отодонтического лечения было удовлетворительным в обеих группах. Во время артодонтического лечения ухудшилось до нему удовлетворительного состояния. После артодонтического лечения состояние гигиены полости рта было удовлетворительным. Ухудшение уровня гигиены связано с наличием артодонтических конструкций полости рта и низким уровнем знаний о соблюдении индивидуальной гигиены полости рта. Отсутствие навыков и дополнительных средств гигиены полости рта. Во время и послеакадонтического лечения отмечалась нормализация геометрических показателей, что свидетельствует об эффективности лечения. В первой подгруппе для лечения дистального фикуса был использован аппарат КАЦА. Во второй группе был использован модифицированная семно-архимическая конструкция. Было установлено модифицированная семно-архимическая конструкция, позволяя сократить сроки лечения на 4 месяца и за счет уменьшения площади микробного обсемения в 4,8 раз снизить риск развития кариеса зубов, вызывания и перемещения архимических аппаратов. Анализ результата бактериоскопии показал, что у обследуемых детей при семно-ненесенных видах архимического лечения выделялись ассоциации микроорганизмов. КАНДА АЛЬБИКОНС, ЛАКТА БАЦИЛУС и СТРЕПТОКОКУС МУТИНСКО. Значимая разница в группах сравнения не выявлена. При достижении коей микроорганизмов критического уровня аминена, при семном ортодометическом лечении КАНДА АЛЬБИКОНС 10,8, СТРЕПТОКОКУС МУТИНС 10,9 и ЛАКТА БАЦИЛУС 10,9, в принесенном ортодометическом лечении КАНДА АЛЬБИКОНС 10,6, СТРЕПТОКОКУС МУТИНС 10,6 и ЛАКТА БАЦИЛУС 10,7 степени возникает таре зубов. Также имеется закономерность изменения микробиоциноза во время лечения наряду с ухлечением гигиенов полости рта. Для определения степени снижения колонизации микроорганизмов проведем посев с поверхности зубов и аппаратов на питательные среды. Проведена однократная обработка антисептическим раствором хлоргихизином биглиуканатором. После обработки раствором антисептическим был повторно взят мазок от печаток и проведен посев на питательные среды. Было установлено, что раствор хлоргихизином биглиуканатов трансцендрации 0,5% уменьшает степень колонизации. Проведенное исследование показало, что во время артоземтического лечения происходит ухудшение гигиены полости рта и изменение количественного состава микрофлоры, что привело к повышению интенсивности тариса у пациентов, находящихся на артоземтическом лечении. Разрешите выгоды и пациентские рекомендации не зачитывать, так как они представлены в антисептическом лечении. Благодарю за внимание. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Дмитрий Дмитриевич, уважаемые коллеги, у кого здесь вопросы? Уважаемые администрации, несколько вопросов. Первая, вторая и пятая задачи диссертационной работы, это не является ли обычной работой стоматолога? В чем конкретно новизна работы? Битлюканат, вот этот препарат, он же давно используется при слизистых, в урологии и гинетологии, стоматологии. В чем конкретно новизна, я не знаю. В чем преимущество съемных перед несъемными? Я так понимаю, новизна работы, это вот вы изобрели несъемные аппараты, да? Но там у вас есть еще украинский аппарат несъемный, а всего две группы. И у них съемные, наоборот. А, да, съемные. А там украинский съемный аппарат, и я предполагал, что должны были быть три группы сравнения, у нас только два. Компортный пункт, благодарю вас за вопросы. Касательно первого вопроса, о чем новизна задачи. Здесь была проведена оценка стоматологического здоровья детей по притериям семейного медицинского здравоохранения, так как по городу Караганда уже данные исследования не проводились более 10 лет. И поэтому, чтобы представить общую картину по заболеваемости стоматологической, мы провели данные исследования и определили распространенность и интенсивность основных стоматологических заболеваний. По поводу аппаратов. На МИДУА изобретен это съемный аппарат, относится к группе съемных аппаратов. Было взято две группы исследования, так как мы поделили, хотели сравнить съемную конструкцию с несенной конструкцией. Поэтому детей мы поделили на две группы. Данный аппарат, он предназначен для лечения выставления инфектора, именно относится к группе съемных конструкций. Поэтому нами было выгодно две группы. Касательно флорбексидина биглуканата. Флорбексидин биглуканат, он действительно давно применяется, но новизна в нашей работе в том, что при ортодонтическом лечении осложнением всегда является то, что данные дети всегда подвергаются риску развития кализа зубов. И чтобы снизить риск развития кализа зубов, мы провели данное исследование, и нами было установлено, что если назначать и достижение критических уровней по микроорганизму данных критических значений, если назначать пациентам ирригации раствора флорбексидина, то мы можем снижать этот критический уровень до уровня резидентной флоры, тем самым снизить риск ализа зубов во время ортодонтического лечения. В этом заключается и на безмароках. Все вопросы? Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Сейчас, сейчас, я забыла. Алина Гаджановна, скажите, пожалуйста, чем объясняется, я смотрю, мы провели, определили СУС, именно основные стоматологические показатели распространения. Чем объясняется увеличение распространенности в Вашей работе основных стоматологических заборований, именно по возрастам? Потом я смотрю, такая большая работа. Закончили 200 детей, 100, 100, да? Две группы, Вы проводили ортодонтическое лечение. А было ли завершено работа именно с Вашей целью ортодонтического лечения, без определения, ну, не учитывая гигиеническое состояние, ортодонтическое, вот именно закончили сами эти данные пациенты, ортодонтическое лечение? И вот я смотрю, в Вашей работе там написано, Калида-Альбитанс, была ли какая-то корреляционная связь в течение, сколько времени ортодонтического лечения, определение, вот, вот, корреляционная связь с заболеванием снической полости рта. Вот данные. И последнее, вот, хотела бы узнать, каким именно методом у Вас проводился, по всей питательной среде я проводила данную Вашу работу. Увеличение распространённых систематологических заболеваний с возрастом связано с принципами рационального питания, так как с возрастом уменьшается контроль родителей уже за питанием ребёнка, ухудшением гигиены полости рта и физиологическими изменениями в организме растущего ребёнка. Спасательно второго вопроса, все ли закончили ортодонтическое лечение? К сожалению, нет. В первой группе, в группе, где проводилось лечение сённо-ортодонтической конструкцией, лечение закончили 83% детей. 4% детей продолжают активно-ортодонтическое лечение из-за старости клинического течения. 3% детей имели непереносимость материала, с которой возглавлялся ортодонтическая конструкция, и 6% выбыли по немедицинским показаниям. Во второй группе, где лечение проводилось с несённо-ортодонтической техникой, лечение закончили 83% детей. Если 10% детей имели аномалии прикуса и продолжают активно-ортодонтическое лечение детей, 7% выбыли по немедицинским показаниям. В революционную связь кандиды Альбеканс проявляли в связи с того, что полуцентра мы не проводили, так как у нас настояла такая задача. Посев на питательные среды мы проводили по методу голоди. По методу голоди. Все, кто радует. Спасибо. Пожалуйста. Давайте, пожалуйста, у вас практическая значимость, и вы пишете, проведение анкетирования перед началом ортодонтического лечения и так далее, да? Я не совсем понятна. Вот это вы анкетирование проводили используя свои анкеты или какие-то заимствованные анкеты. Собственно говоря, материал-то ваша работа, она как-то прозвучала, ну, вообще не прозвучала. Это первый вопрос. А вы пишете практические значимости, потом уже практические рекомендации, анкетированные, анкетированные, анкетированные. Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас, ну, уже 21 век, да? Ладно бы снили по всей семье 70-х годов, куда пришло объяснять плохие знания по поводу гигиены полости рта. Но сейчас и реклама тебе по телевизору, и в интернете реклама, да? Может, все-таки другие причины есть, по которой все-таки действительно мне там неадекватная идея на полости рта работает, да? Все-таки, слава Богу, мы же городских детей обследовали, ладно бы там где-нибудь, где интернета нет, может, интернете не доходят, да? Сам бюджетник это не делает, да? Все-таки мне, я не согласна, объясните, на основании чего вы решили, что основная причина – это ухудшение гигиены полости рта связано с низким уровнем знания о соблюдении гигиены полости рта. Вот, пожалуйста, по поводу анкеты и по поводу вот такого вашего смелого заявления, по основании чего все-таки вы это решили, как вы его сделали? – Лариса Евгеньевна, благодарю вас за вопросы. Мы использовали валидную анкету, предложенную ВОЗ, в 2013 году она была разработана. – Сразу можно вопрос подогнать? – Она абсолютно адекватно подходит для Казахстана, да? Вот как-то вот такая уникальная анкета и для Африки, и для Европы, и для Казахстана. – Да, это действительно – состоит из различных разделов, где включается паспорт в начале, возраст, указ, национальный. Также здесь имеется раздел «Столько раз было визит самоколуба, по какой причине?» А все ответы уже закодированы. Также здесь содержится раздел по писанию, характер питания можно определить, и именно применение вегенических средств. Также есть раздел по обрагованию родителей. Почему мы визит пишем, что нужно проводить анкетирование, и почему мы связываем с гигеной полосерта? Как в актуальности уже говорила, именно осложнения во время африкинческого лечения, они вызваны наличием полосерта от африкинтических транспорций. Из-за наличия от африкинтических транспорций гигена нарушается у детей. Тяжелее чести с другим детям получается. Из-за этого развивается какая-то зубов. Чтобы определить, насколько дети осужденны проведением гигиенических манипуляций, нам необходимо проводить анкетирование перед началом африкинтического лечения. Почему мы думаем, что связываем с ненаташным знанием гигиеной полосерта? В этом данные выводы у нас вышли по результатам африкинтического лечения. Так как дети все отмечали только применение основных средств. Дополнительные средства некоторые даже не знают. Ответы будут. И применялись они очень редко. Поэтому мы же знаем, что данные дети не совсем осознанны о гигиене полосерта. О соблюдении гигиеной полосерта. Они, может, сынают, но они ее будут. Можно здесь дополнительно поставить герамчик? Скажите, пожалуйста, а вот в реальных условиях, скажем, приема стоматологического приема, у врача будет время, чтобы провести вот эту оценку анкетирования, потом проанализировать его и потом сделать соответствующие вот эти мучения? В реальном режиме онлайн будет. Данное анкетирование занимает максимум 5 минут. А сколько вопросов у нас? Там по разделам максимум 15 вопросов. 15 вопросов у нас. 15 вопросов у нас. 15 вопросов у нас, опять не нужно. Да, у меня есть вопросы. Можно, пожалуйста, у вас много вопросов? Да, у меня есть вопросы. Факции, которые привыкли к заключительным аномориям. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы получили патент. В чем заключается научное множество полученного патента? Полученного патента. Следующий вопрос. Вы докладывали, и у вас в аннотациях есть, о том, что исследовали в основном два вида микроорганизмов. Это кандидоральпиканс и спектакокус мутанс. Какие-нибудь другие микроорганизмы исследовали, потому что холстер, это богатый микрофор, столько там видов и такого количества металлоризма. Такие другие виды еще исследовались. И еще один вопрос. Насколько вы скалерны данные, которые вы получили при использовании вашего аппарата, предлагаемого того, что вы применяли? Параба Фарнайна, благодарю вас за вопросы. Основными причинными факторами развития зубочесных аномалий в обследовании детей чаще всего это были генетическая предрасположенность сопротивление молочных зубов. Но также из данных анамнеза было установлено, что у данных детей имелись патологии вовлого органа, дети находились на искусственном скамере, они также отмечали наличие спортивных грудовых факторов. Данные факторы основные. Касательно второго вопроса, в чем новшество полученного патента, здесь была разработана ортодонтическая конструкция, которая состоит из пластмассового вазиса, который прилегает только в области боковых зубов. Также имела направляющую плоскость в области фронтальных зубов. В данную конструкцию были включены экспансивные ортодонтические линии, которые позволяют быстро расширить зубную зубов. направляющую плоскость смещали нижнюю челюсть мизиально. Также были добавлены многосбеневые кромера в области боковых зубов для надежной фиксации. В обществе является то, что малая площадь пластмассового вазиса дает меньшую обсемененность по сравнению, например, с аппаратом КАЦ, который полностью подкрывает твердое имя. По точному третьему вопросу определялись ли другие виды микродонизмов? Да, во время исследования определялись также бактериоли, леломелы, миссии, но они определялись в единичных случаях. Насколько достоверны данные получены на аппарате МАЛТИ, данные получены с точностью 99,9%. Уважаемая Адина Гавиджановна, скажите, вот в научной новизне пункт 4 вы пишете «Впервые доказан лечебный эффект с манифицированной съемной статистической конструкцией». Мне непонятно, вы ли разработали эту конструкцию, или вы просто при наличии такого же доказанного вы ее просто еще раз показываете в своих исследованиях. Это первый вопрос. Потом вы пишете вот выводы, честно сказать, мне не совсем понятна научная новизна вашей работы. Вы в выводах даже не выносите вот этот аппарат, то, что его эффективность и так далее, во всяком случае я не вижу об его эффективности. Но в ваших выводах вы пишете вот эти ключевые возрастные группы 12-15 лет, то есть вы подтверждаете международные данные, насколько они согласуются с этими международными данными или данными других ученых, исследователей по Казахстану, может быть, других регионах Казахстана. Что и первый вывод, второй, третий вывод и так далее. В чем все-таки научная новизна вашей работы, вы вносите это в выводах и так далее. И потом в одном из слайд у вас было зависит образование матери, образование отца. Что понимается под понятием образования? Образование или образованность или непонятно, или высшее образование, среднее медицинское образование. Или просто образование среднее медицинское. по поводу лечебного эффекта данная конструкция была разработана нами. Вот так. Сайта, вы видите, что она хотела бы на фотографию произвести и на инструкцию. Да, интересно. У вас есть слайд? На слайде выставим вас вот так. Покажите, пожалуйста, что раз у меня не пропустите. И в чем отличие с другими конструкциями английских аналогов про вот этот винт ваш, который быстро выключен. Почему-то выводят тогда не выводят. В полости как он выглядит. И если смотреть. Отличается тем, что вот пластмассовый базис прилегает только в области боковых зубов. В остальных случаях он прилегает полностью, покрывает либо систую оболочку, либо твердую негу, в зависимости от верхней или нижней челюсти. Экспансивный винт он дает быстрое расширение, поэтому соотношает сроки лечения. Здесь имеется направляющая пластмассового сфронтального зуба. Он выдвигает мизиальный нижнюю челюсть вперед. Отсутствует вестибулярная дуга, что отвечает требованиям пациентов эстетическим. И многозвеневый пламер в области боковых зубов обеспечивает надежную фиксацию аппарата. дуга. Соответственно, даже надо выдвигать это основной стержень работы вот этот наверное у вас, а он как-то не акцентирован на внимание ни научной ненавидности, ни вывода, ни практической значимости. Пожалуйста, следующий вопрос. Собственно, следующий вопрос. Данные по стоматологической заболеваемости они совпадают с данными других регионов Казахстана на сегодняшний день идет тенденция роста панакологической заболеваемости они не отличаются 12-15 лет мы очень-таки не специалисты это по критериям возрасте наиболее уязвимые индикаторные возрасте индикаторные вопрос что такое индикаторное и в отношении образования какое что вы имели под словом образование в данной анкете есть раздел образования родителей и там идет кодировка среднее образование высшее образование нет образования и в зависимости от того как отмечали дети среднее образование или высшее образование идет зависимость состояния гигиены полосы то есть осведомленных детей мы предполагаем что родители с высшим образованием приливают данные но вы гигиенические своими дятями. Вы же выросли в диспансиональной семье, иметь плохое белье. Скажите, что самое принципиальное отличие от весных аналогов, которые делают его выигрышным устройством? Это первый вопрос. Одно, которое вы считаете, одно, как отличие принципиально. Второй вопрос. Ключевые критерии стоматологического вопроса акцентируйте еще два ключевых критерия. И что означает, повторите, может, я пропустил М1,3, С2,0,3. У вас выводы есть. И последний вопрос. Почему в практических рекомендациях нет съемного? Вы это не обладаете плавным своим наряжением практических рекомендаций. Еще один вопрос. Продолжение следует... 6 лет, 12 лет, 15 лет. И определять распространенность и интенсивность основных стоматологических заголовок. Это вот то, что требует... По поводу данной конструкции. Все-таки самая мощность по данной конструкции в том, что мы соотношаем сроки лечения на 4 месяца. То есть гинт получает самое главное здесь? Да, здесь гинт. А в ближайших аналогах это гинтамент? В ближайших аналогах ртонобин стандартный атометический линт. Здесь установлен экспансивный атометический линт. Он дает расширение в 2 раза больше по сравнению с теми линтами. Что такое M равно 1,3? Это была определенная воля гена полости рта. Это значение индекса Охи, подложенный ВОЗ. Что соответствует удовлетворительному уровню. Это среднее значение. Это среднее значение. Это среднее значение. Это что значит? Это среднее значение. Это среднее значение. Я не бесплатил ничего. Гегионического состояния. А СД? СД это среднее значение. Практические рекомендации. Какие рекомендации вы не выводили? Прошу прощения. Уважаемая Атина Кадиджана, нам нужно спросить. Поясните, пожалуйста, у вас в материалах и методах исследования указано поперечное исследование. Что это значит, поперечное исследование, как вы его проводили? В названии сортационной работы указаны аспекты стоматологического здоровья. Что вы под стоматологическим здоровьем понимаете и какие аспекты основные вы выделили стоматологического здоровья в выводах? И как я поняла, может я неправильно поняла, вы выделили три группы, или не совсем я правильно поняла. Это кариес, заболевание по адонте и зубочерестная аномалия. Ну вот выводов у вас как-то. Не выделены эти группы микрадиологических исследований? Или не стояло доказательство? Спасибо. Касательно вопросов по кариесу заболеваний по адонте и зубочерестной аномалии. Здесь стояла задача сначала определить стоматологическую заболеваемость в данных возрастных группах. Непосредственно уже микробиологическое исследование проводилось детям с зубочерестными аномалиями. Поэтому здесь уже те дети, которые с кариесом и заболеванием парадонта, они не рассматривались. Такая задача не стояла перед нами. Поперечные исследования, извините, пожалуйста. Поперечные исследования, данный эпидемиологический осмотр проведен в определенном временном промежутке. В стоматологической клинике к этому территориально относятся школы города Караганда. И в определенное время мы выезжали децентрализированно, проводили стоматологический осмотр. Поэтому данный этап мы определили как поперечный исследователь. Вы сами определили или теоретически? Теоретически. И стоматологическое здоровье. Что вы понимаете под ним? В стоматологическом здоровье в данном случае мы понимаем то, что во время аргентического лечения не возникало осложнений в виде кариеса зубов и заболевания парадонта. Вы, конечно, вопросы записываете. Если что-то не узнаваете, то ли вы увидите, чтобы не получилось так, кто ли ответил, то ли не ответил. Пожалуйста, пожалуйста. У меня два вопроса. Может быть, они даже перекликаются с предыдущими вопросами. Но я все-таки хотел узнать. В методах исследования вы используете биометрические исследования модели черески, антропометрические, фотометрические или нейрологические исследования. Ну, это, я думаю, показатели качества ортодонтического лечения. Почему у вас и выводов нигде не указали в описании? И второй вопрос. Как вы делали выборку детей до 12 лет? Получается, у вас и там, и в контрольной, и в опытной группе по 100 детей. Когда у вас как-то учил 100? Успели записать? Благодарю вас за вопрос. Мы, наверное, должны быть. Данные геометрического исследования. Были показаны на слайде. Нет, я не могу. Почему? Потому что у нас задача об исследовании стояла именно определить стоматологическое здоровье во время артопатического лечения. И данные рентгенологического, биометрического исследования не несут информацию. А зачем тогда изучать? Если не несут информацию. Мы это изучали, диагностику проводили, чтобы составить по лечению. Определить показания к лечению. Чтобы определить показания. Второй вопрос. По выборке детей. Было выполнено 10 детей, так как родители дали согласие на проведение исследований. А рептизинкутивные звуковки определялись согласно правилам. Все вопросы. Скажите, пожалуйста, а что включало в себя антропометрическое исследование? Антропометрическое исследование впитало в определенные индексы ИЗАРа. То есть форму лица. А раньше проводили такие исследования? Скажем, 30 лет назад, 30 лет назад. Собственно, у нас серьезная стоматологическая школа. Есть какие-то изменения, скажем, за определенный период? Просто это по этому показателю. Данные по антропометрическому исследованию раньше не проводились. Да, проводились. С чего это проводилось? Данные по антропометрическому исследованию необходимы. Оно включается в логарифм диагностических введений в процентах. А значит, у вас в исследовании, там, где в материалах медов, вы показывали, есть рандомизированное клиническое исследование. Вы сравнивали съемную технику и несъемную технику. Исходная гипотеза предполагала, что они разный эффект дают. Или, значит, уже известно было, что они разный эффект дают. Кроме того, каким образом проводилась рандомизация, какой метод рандомизации использовался. Теперь, вот вывод 5 у вас дается о снижении площади микробного обсемнения. Что это за показатель? Как рассчитывалось площадь микробного обсеменения? Вот здесь. Теперь, значит, у вас разница между критическим уровнем обсемененности для развития кариеса, между съемным ортодотическим лечением и несъемным. Когда вы пишете о съемном ортодотическом лечении, имеется в виду ваш вот этот протез усовершенствованный или вообще съемная технику? Есть ли достоверная разница в критическом уровне при съемном и несъемном протезе? Отличаются эти цифры или отличаются? Вы здесь не приводите ничего. Успеваете? В пятом выводе говоришь, что сокращаются сроки лечения зубочелесной аномалии в 1,3 раза. Вы причем не указываете цифры, какие там, в этой группе, какие в этой. И уменьшает частоту кариеса, неизвестного сколько и сколько. Но зато указано, что это достоверность проставлена. А вот снижение, сокращение сроков лечения в 1,3 раза. Во-первых, можно ли посмотреть на абсолютные цифры, на средний арифметический, ошибку среднего. Мне бы хотелось глянуть на средний арифметический срок лечения, ошибку среднего. И что, снижение в 1,3 раза достоверно или нет? Вот это хотелось посмотреть. Спасибо. Александр Евгений. Благодарю вас за вопрос. Начальная гипотеза на различные виды арифметического лечения. Действительно, мы думали, что будет разница в микробиологическом профиле у данных детей. Так как у нас съемная конструкция, есть возможность снять, почистить. А несъемная конструкция, она устанавливается в полость рта. И уже чистить необходимо непосредственно в полость рта. Но, как оказалось, разницы, группа в сравнении разницы нет. Метод рандомизации проводился путем включаемой выборки. Рандомизация проводилась использованием программы статистики. Программа статистика? Каким образом? Мы туда забивали данные наших детей и 200 детей, которые дали согласие. И по функции рандомизации на группы распределили детей. Это просто немного так неправильно называются. Это нужно было включать функцию, там есть Монте-Карри, которая случайно образом набирала. Случайно. По площади микробного обсеменения данный аппарат из-за пластмассового базиса идет меньшая обсемененность. Но обсемененность рассчитывалась по высоте и по ширине. Площадь рассчитывалась. Комплекс лечебно-профилактических мероприятий снижает площадь микробного обсеменения. Что имеется под площадью? Здесь по снижению площади микробного обсеменения имеется в виду внутри первой группы по съемным аутентистическим конструкциям. Это внутри первой группы? Площадь обсеменения уменьшилась в 4,8 раза? Это ваш аппарат сравнивается с аппаратом, который ранее применялся, да? У него по сравнению снижается в 4,8 раза. У него снижается в 4,8 раза по сравнению с аналоговым аппаратом. Это непрудный обсеменение. Ну, это понятно за счет того, что вот этой пластинки не существует, которые к нему приближены, да? За счет этого получится прикосновение. Шароховатой поверхности нет, и поэтому отрезия не происходит. Ну, просто здесь это самое. Сейчас понятно, что объяснено здесь в выводе. Это невозможно понять. Теперь по срокам лечения. По срокам лечения. В первой подгруппе средняя длительность было 16 месяцев, во второй подгруппе средняя длительность было 12 месяцев. Сопретилось сроки лечения на 4 месяца. Получается, на 1,3 раза. Вы определяли только средние значения, а ошибка средняя воздана вот эта вот. Там стандартное отклонение. Да, стандартное отклонение. Одно целое, две десятки. Одно целое, две десятки. Одно целое, две десятки. Одно целое, две десятки. У меня сколько? На все вопросы? У меня вопрос о экономической части. Сколько стоит ваш аппарат для разработки 2 аппарата, сколько уходит денег? И проводили вы экономический анализ? Вы утверждаете, что на 4 месяца сокращаются лечения? Спасибо. Парган Тарьян, благодарю вас за вопросы. Модифицированный сон на... Там как-то при М10-ти. Это ошибка не получается. Честно говоря. 8 тысячи еще теней. Экономический анализ мы не проводили, так как это не подъявляет задачу нашей сферы. Аналог, в зависимости от выбранной конструкции. Самый близкий аналог. Самый близкий аналог также. 8-9-сот. Как же, я говорю? Можем вопросы пока по этому? Вот эта конструкция съемная, она самая изюмник этой работы на вязанию, да? Вот ваш съемный отличается от другого аналога съемного только экспансивным винтом, так? Вот так объясню. Или я неправильно вспомню? Посмотрите, вот у вас съемный аналог. А другой съемный аналог чем отличается от вашего? По площади покрытия нет. Только площади покрытия? Это очень тканая. Тканая. Ну, давайте, по-поскому. Безеркан, да, где он слабый? Экспансивный. А скажите, вот съемный, который есть в съемный компонент. Защит чего распирание идет? Там тоже с ним попозже? Или там люди распирают? Что распирают? Там, наверное, будет отсутствие благотворительного пластиковых людей. Здесь, нашество, не только в самом бинете, здесь и площади прилегания космосового базиса и отсутствие вестибулярных людей, выпусти фронтального уровня, что остырят длинные выписки свободны, в отличие от других операций. Что это основное требование на сегодняшний пациент. Это не было видно по сорта, а самозаправление. Нет, нам же главное распирать. Вот здесь за счет экспансивных винтов распирается. А в других монархах за счет чего распирания не будет? Также даже в винтах винта. Просто здесь шаг двойно получается. Если мы пол оборота крутим, стандартный винт расширяет на миллилитр, здесь идет на два миллилитра. А вот это принципиально. Но это не противоречит чьему? Опознение, что резкое это. Беомеханики перед движением зубов и расширение зубов. Допустимые 1-2. Так вся разница в шаге и отсутствие нервного компонента. И в площади передания под названием байса. Также здесь, если в стандартных аппаратах от аналоговых идет фломерат, что просто адресы, в области шестых зубов, здесь идет магазиновая пламя в области боковых зубов, так свечет надежный официал. Мне непонятно вот эти две группы сравнения. Первая группа 10 человек, вторая группа 10 человек. Возможно ли при таком количестве военных провести, выявить какие-то местоверные различия? Вы пишите 100 и 0. Достоверность 95%. Почему по 10 детей? Первая группа, где проводилось лечение сонно-архолитической конструкции, с дистальным фрикусом вошли дети, получается 20% детей. Данная конструкция, она разработана для лечения дистального фрикуса. Поэтому данных детей мы поделили на две группы. Вопрос, достаточно ли это для получения значимых результатов, нибудь, вот 10 и 10? Вы считаете, достаточно? По вашему мнению, достаточно или нет? Да, или нет? 10 человек не достаточно. А почему вы тогда... Я немножко хотел бы уточнить для себя небольшой вопрос. Уважаемый Агина Гавиджанова, вот в четвертом выводе, да, вы все-таки вот, я сам где-то уже спрашивал меня вопрос по поводу колонии будущих ГИНС. Все-таки вот непонятно для меня остался вопрос. Каким образом вы ошунили вот этот политический уровень? Почему именно, вот, допустим, кандидальник оказалась на 10-8 степени в колонии будущих ГИНС? Ну и так далее, там, дальше. И вот, вы все-таки вот, понятно, да, сравнивали ортодонетическое лечение уровень вот этих колоний будущих ГИНС и съемный и несъемный. При съемном и несъемном. Причем получилось, что при несъемном меньше уровень этих ГИНС, чем при съемном. Хотя должно быть, по моему мнению, должно было как бы быть наоборот. Почему? Потому что... Да, он постоянно снимается, вытасывается и затравнивается. Это же уровень образования? То есть здесь, чтобы кариес образовался, нужно больше при съемном. Потому что они чистят там, и все это надо делать. А при съемном, при меньшем, уже образуется кариес. Наборно получается. Не знаю. Мы сейчас посмотрим, как мы. Поясните, как мы друг другу. тут объясняем. А у нас такой ликбез, а не отрицательные вопросы. Я сочетал, что я больше обуза. Это сочет. При съемном аркозематическом лечении данные конструкции имеют шероховатую поверхность, поэтому они больше адгезируют. и для развития кариеса зубов из-за возможности чистки дырных аппаратов будет больше. А не съемном аркозематические конструкции, они уже установлены в полости рта, постоянно находятся. Находятся в них все эти полости рта, и для их развития вот эти меньшие степени полонироваются. Каким образом вы доказываете, доказываете о том, что именно этот уровень считается критичным для развития кариеса? Так, как когда полонообразующие единицы достигали этого уровня, у данных детей появлялись колёжные поражения на дубах. Просто непонятно практически, как это выполнялось? Вы мониторировали данные степени, проводили мазки, отпечатки, селили и смотрели. Как часто получилось? Мониторинг. Для того, чтобы оценить вот это притеснение, нужно брать, допустим, три, восьмой степени, десять, шестой степени, и смотреть, есть ли они в этом, или нет. Или ретроспективно было бы нужно смотреть. Ретроспективно каждый день смотреть и развилось, не развилось. Спасибо. В данных детях мы не тренировались, каждые два месяца они подходили на колесцу, аппаратами, а в методологическое исследование мы проводили кальдую полгода. Но при этом мы наблюдали, если у детей развился кальдую зубов, то естественно, в методологическое исследование мы не ждали полгода, а уже убрали мазки и отправляли в лабораторию, чтобы посмотреть. И на этом основании мы делали вывод, что именно этот уровень колонн образующих единиц явился к числу для развития кариеса. То есть, группа, где не был кариес, и группа, где не было кариеса, да? То есть там уровень... Вот при этих был кариес, вот при этих значениях. А значение к десять восьмой уже кариеса не так. А по данным литературы, при таких же колоннн образующих единицах у других кариес образовывался или меньше, или больше. Вот, Ларис Евгений, благодарю за вопрос. По данным литературы, когда не проводится атоматическое лечение, степень хоя ниже. Еще раз, мы говорим, что у нас теряется атоматическое лечение. Когда атоматическое лечение не проводится, степень колонн образующих единиц с микроорганизмом для развития качества его ниже значения. Так, значит, протезы эти всякие лучше, чем существование без протезов? Это вы хотите сказать? Нужно наоборот, как я понимаю. Наоборот, или выпаду? Ну, еще раз, сформулируйте мысль. Хорошо. Когда... Когда... То есть, для развития кариеса зубов, когда атоматическое лечение не проводится, степень колонизации микроорганизмов выше, выше, чем по сравнению с атоматическим... и присутствием атоматического лечения. Здесь все усложняется наличием атоматической конструкции. По вашему ответу, наоборот, получаем. Чем более высокий вот критический уровень КОИ, тем лучше. Потому что, значит, при самых больших только развивается, а принесших нет. Это у вас тут написано. А сейчас вы говорите, что если, значит, не применяется... Вернее, если применяются ваши конструкции, то уровень КОИ ниже, чем в их отсутствии. А здесь сложно рассуждать, потому что цифр нет. Как раньше вообще без АТО-бенки, какой КОИ должно быть, я кажется? Есть ли цифры в популяции? Средний. Какие, если ты греешь? Вот вы его озвучите, тогда сразу на этом порядке. Попязайте. В третьем выводе вы просто как бы констатируете факт микробиологического исследования. Первое предложение. Второе. Вот значимая разница, это вы вот интересные, группа в сравнении не были. А что за это значимая разница? В чем разница? В количестве или в... незначимая разница. Может, она вообще значимая? Что по максимуму не значимая, а что значимая? То есть это вы констатировали факт, но не доказали. Скажите, пожалуйста, в чем это значимая разница? Правильно, судя. Правильно. Правильно, я задаю вопрос. Здесь стояла задача именно провести сравнительную разницу, и развести этот процесс с проведением. И развести этот процесс с проведением исследовались один терминский организм. А просто микроорганизмами? Да. А из какой ассоциации микроорганизмов? Нет, но вы бы имели три вида микроорганизмов. А из какой большой ассоциации? Спасибо. 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 Первая задача у вас с эпидемиологической и сонатологической обследованием достаточно большой контингент. И вы указываете только одну ключевую возрастную компетенцию по возрасту. Здесь самая большая заболеваемость. У меня вопрос. А неужели с 6 до 7 лет заболеваемость была низкая? Ведь в этом возрасте с 12 до 15 лет там явно идет клеточная супрессия, там обязательно страдают клеточные иммунитеты, поэтому кандида Альбикас будет в ассоциации большой и при съемном, и не при съемном. То есть третий вывод, он как бы не вывод, да, в данном случае. Потому что это и есть констатация того, потому что у них у всех колоний достаточно высоких 12 до 14 лет. А вот в 6 лет там проблема низкого содержания иммуноглобулина А, который, в общем-то, и говорит нам о проблемах заболеваемости в полости рта. Вот что в этой возрастной группе? Прямо была такая низкая воздоливание? Если вы можете сказать, какие цифры? И второй вопрос. Вот все-таки хотелось услышать частота развития кариеса. Все-таки вот насколько она была снижена? Напомню, ваше вылечение. Вот поскольку тут уже определились 4 месяца, вы сказали, а все-таки частоту развития кариеса в той группе и в другой контроле разрешите, пожалуйста. Спасибо. Марина Алексеевна, благодарю вас за докторцы. В возрасте 6 лет распространённость кариеса была средняя по даму, по мужу. Вот цифры называете 72%. С заболевания парадон у данных детей не выявлены. Из уго-челюстной аномалии встречались у 9,5% детей. Дальше. По касательно вопроса частоты развития кариеса в другом, здесь сделан выход по снижению микробного площади микробного обсеменения. Из-за меньшей площади микробного обсеменения риск развития кариеса уменьшится. Дальше. Все вопросы? Нет. Частота развития кариеса уменьшилась. Насколько уменьшилась? С помощью тех метров уменьшения, которые вы применили. Уменьшилась ли частота развития кариеса уменьшилась? Насколько? Уменьшилась. Частота развития кариеса уменьшилась? руками. Уменьшилась. Уменьшилась. explo plans. Уменьшилась. Вы получаете частот уменьшилась. Это последний вопрос в отношении кандида Апиканс. Анализировали вы чувствительность к существующим антинекотическим средствам? Нет? Не было у вас такой цели? Обращали внимание? У нас еще один вопрос. У меня один, может быть, последний вопрос. Скажите, я понимаю, что методы рандомизации выбирали, а вообще показания к использованию съемных и несъемных методов лечения, они одинаковые или они отличаются? То есть один марок такой, а другий марок такой? Показания данных методов лечения различаются только по возрастным показаниям. Получается, съемная конструкция применяется в период временного и сменного прикуса, а несъемная техника уже применяется в партнерном прикусе. По показаниям клиническим, они уже в зависимости от тяжести клинического случая выбираются элементы и просто появится самая конструкция для индивидуальной кандидатической организации. Можно ли тогда говорить о рандомизации, если в одной группе были одни возрастные периоды, в другой группе другие возрастные периоды? Здесь в исследовании были включены дети возраста 12 лет, поэтому мы только 12 лет, поэтому мы могли сравнить и съемную конструкцию и несъемную. В возрасте 12 лет можно и то и то применять, поэтому здесь можно рандомизировать. Еще вопросы, пожалуйста, я думаю, вопросов было достаточно, мы все получим ответы, но я думаю, в процессе работы рецензентов и дальнейшем мы получим ответы на некоторые вопросы, которые мы уже все получили, как бы диссертант ответил, поэтому, пожалуйста, присаживайтесь. Мы предоставляем слово фирму официальному рецензенту Замуравовне Ворхитовне, доктор медицинских наук, профессору Кафееву от физической и детской стоматологии Медицинского университета Астана. Останавливается только на недостатке, да? А вообще по регламенту, по-моему, на недостатке. Ну, актуальность темы исследований связи с общей научной и общегосударственной программой, запросами практики здравоохранения и развития медицинской науки. Высокие показатели стоматологической заболеваемости в детском и подростковом возрасте остаются одной из актуальных проблем здравоохранения. По данным литературы, зубочерестные аномалии занимают одно из первых мест среди заболеваний зубочерестной области после карии. Для лечения аномалий зубочерестной системы поменяются сильные и насильные конструкции. Применяющиеся литературные конструкции, устраняют зубочерестные аномалии, нормализуют функцию зубочерестной системы, обеспечивают эстетические потребности пациента, повышают качество жизни в целом. Тем не менее, наличие полости аутентического аппарата ухудшает условия самоочищения, усложняет уход за зубами, создают условия, благоприятствующие отложению яркого зубного налета. Отмечается покрытие обсеменением поверхности зубов, что в свою очередь приводит к деминерализации мази зубов. Кроме этого, наблюдается изменение состава микрофлорополоскерта, которое проявляется в явлении многих бактериозов, увеличение количества патогенных, условно патогенных микроорганизмов. Перечисленные факторы способствуют высокораспространенности кариеса зубов, воспалительных заболеваний ткани парадонта у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении. Однако в проведенных ранних исследованиях исследователями определяется вот микроорганизмом прогнозирование ряда с нейтрологическими заболеваниями во время проведения ортодонтических лечений по полученным результатам не проводилось. Также в доступной литературе нет сравнительных данных изменений микробиологического статуса в зависимости от метода ортодонтического лечения. Все эти данные позволили либо ортодонту прогнозировать, предупредить о развитии кариеса зубов и заболеваний тканей парадонта во время проведения ортодонтического лечения. Второе. Научные результаты в рамках требований диссертата с учетом тенденций развития науки и конкретного участия авторов в получении научных результатов. Диссертационная работа заискателя изложена в 113 страницах и содержит в себе все требуемые разделы. Работа написана в традиционном стиле введения, обзора литературы, главы собственной исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Введение обосновывает актуальность проводимых актерами исследований, в частности, значимость профилактики кариеса зубов и заболеваний тканей парадонта во время проведения ортодонтического лечения. Литературный обзор представлен подробным описанием современного состояния проблемы распространенности эстонтологических заболеваний, зубочелюстных аномалий, влияние состояния гигиены полости рта и ортодонтических аппаратов. Во второй главе диссертации проведена характеристика материалов и методов исследований, которые позволяют реализовать поставленные задачи. Третья глава посвящена собственным исследованиям, где представлены результаты исследований распространенности эстонтологических заболеваний у 1600 детей и подростков в возрасте 6, 12, 15 лет. У 400 детей проводилось изменение гигиенического фактора, анализ результата микрогиологического исследования во время проведения ортодонтического лечения. А также представлены результаты анкетирования об уровне знаний индивидуальной гигиены полости рта, экспериментального исследования влияния 0,05% раствора хоргексидина на микробную обсемененность при ортодонтическом лечении, применение модифицированной съемной ортодонтической конструкции. Заключение диссертата четко отражает суть выполненного исследования, характеризует автора как научного работника, способного системно анализировать полученные данные. Соискателем получены следующие результаты. В ключевых возрастных группах по возрасту детей и подростков 12-15 лет выявлены высокие показатели распространенности эстонтологических заболеваний. В возрасте 12 лет распространенность кариеса составила 85%, заболевание ткани парадонта составило 82%. В возрасте 15 лет распространенность кариеса составила 92,3% и заболевание ткани парадонта составило 91%. Субъективная оценка гигиены полости рта методом анкетирования выявила низкий уровень знаний о соблюдении гигиены полости рта. Объективная оценка гигиены полости рта показала, что до начала ортодонтического лечения уровень гигиены был удовлетворительным, после проведения ортодонтического лечения неудовлетворительным. Ухудшение показаний гигиены полости рта объясняется низким уровнем знания о соблюдении гигиены полости рта, что повышает риск развития кариеса зубов во время проведения ортодонтического лечения. При съемном и несемном видах ортодонтического лечения выявились остации микроорганизм кандидоальтинкос, лактобацелий, стрептофокус мутанс, значимая разница группов сравнений не выявлена. 4. Критические уровни, кое для развития кариеса зубов, при съемном ортодонтическом лечении, составили кандидаальбиканс 10,8 степени, стрептофокус мутанс 10,9 степени, лактобацелий, стрептофокус 10,9 степени. принесённого кодентическому лечению составили кандида альбиканс 10-6 степени, стриптококус мутанс 10-6 степени и лактобацилис составили 10-7 степени. Комплекс лечебно-профилактических мероприятий снижает уровень кое-микроорганизма в 2 раза, стриптококус мутанс 2 раза, кандида альбиканс 1,8 раза, снижает площадь микробного осемнения в 4,8 раз, сокращает сроки лечения зубочелюстных аномалий в 1,3 раза и уменьшает частоту развития кариеса. Анализ представленного исследования убеждает в личном участии автора проведение исследований полученных результатов, а также в соответствии материалов и методов работы полученных результатов по шифру специальности 6-10 стойных цены. Степень обоснованности достоверности карького результата, научные положения, выводы и заключения соискателей, сформулированные в диссертации. Все результаты, выводы, основные положения работы хорошо аргументированы, обоснованно определяются в достаточном объеме для клинического исследования. Представленная работа является оригинальным исследованием соискателя, собран и проанализирован достаточный по объему материал. Работа основана на результатах исследования уровня знаний о соблюдении гигиены полости рта, путем анктутирования детей, находящихся на ортодонтическом лечении, изменения состояния гигиены полости рта, микробного пейзажа во время ортодонтического лечения. Обоснованность достоверности научных положений диссертации подтверждается репрезентативностью материала, тщательностью его анализа, результаты которого, полученные путем исследований современных методов, легли в основу индивидуально выдвинутых в работе положений выводов. Объективные результаты получены авторами благодаря использованию адекватных методов статистической обработки результатов. Научные положения, выносимые на защиту, выводы, конкретно, логично, вытекают из полученных результатов исследований. В заключении, выводы и практические рекомендации логично взаимосвязаны вытекают из содержания диссертаций. Научная анализна подтверждена следующими моментами. Впервые методом анкетирования проведена комплексная оценка индивидуальной гигиены полости рта детей и подростков зубочерестными аномалиями, которая позволила оценить уровень знаний гигиенов полости рта. Впервые дана сравнительная характеристика влияния гигиенических и микробиологических факторов во время проведения различных видов ортонетического лечения с установлением критической формы и холи микроорганизмов, что позволило предупредить развитие кариеса зубов и видов ортонетического лечения. Предложенный комплекс мероприятий по снижению неблагоприятного влияния ортонетического лечения на состояние полости рта с применением модифицированной силой ортонетической конструкции позволило снизить период из развития кариеса зубов. Пятое. Оценка внутреннего единства полученных результатов. Исходя из актуальности темы анализа научной литературы, диссертантам обосновывается необходимость проведения данного исследования, а также задача ее реализации. Внутреннее единство полученных результатов обеспечивается использованием адекватных методов. Все этапы исследования взаимосвязанной совокупности позволяют достичь поставленной цели сформулировать соответствующие выводы заключения. Шестое. Направлен с полученным заискательным результатом на решение соответствующей актуальной темы, теоретической и прикладной задачи. Работа же Магометова и Альтины направлена на решение обеспечения клинического и практического вопроса по улучшению снотологического статуса детей, находящихся на ортодонтическом лечении. Результаты, полученные в ходе исследований, демонстрируют необходимость проведения аркетирования детей и микробиологического исследования на всех этапах ортодонтического лечения. Рекомендованные результаты исследований позволяют повысить качество снотологической помощи. Седьмое. Подтверждение достаточной полноты публикации основных положений, результатов, выводов и заключений диссертаций. Литературный пост по теме работы и основные положения, результаты, выводов и диссертаций достаточно полно представлены 12 опубликованных научных работ. Из них 5 научных изданий по контролю в сфере образования науки МОНРК, 2 международных научных изданий, входящих в базу данных, скобус стоматологии Россия и Джорджия, Медикам и Милс, Грузия. Пяти материалов международных конференций из них, два материала библиого зарубежья, два промоутального зарубежья. Получим инновационный комплект, съемный комбинированный аппарат. И восьмое. Недоставки по содержанию о проблеме диссертации. Первое. Я хочу остановиться на недостатках. Вот те недостатки, те вопросы, которые были сейчас заданы членами ученого совета, в принципе, мы не обговаривали в многих моментах. Диссертации, они были исправлены, она мне приносила повторную диссертацию. Тем не менее, я оставила некоторые, хотела бы получить некоторые данные по недостаткам. В первой главе «Обзор литературы» раздела 1.1. Селесообразно систематизировать обзор литературы по распространенности стоматологических заболеваний в виде таблицы для наглядности. В главе номер 3 «Результаты собственных исследований и их обсуждения» в разделе 3.4 при анализе данных биометрического исследования целесообразно систематизировать биометрические измерения по видам зубочелюстных аномалий. Все это представляет интерес и почерпит в единую качество исследований. Сейчас задам такой вопрос. В главе 3 «Результаты собственных исследований и обсуждения» в разделе 3.6 целесообразно указать название ортодонтических конструкций в рисунках 42 и 43. И пятое в главе собственных исследований и обсуждения в разделе 3.7 описывается прямая, причем написана сильная корреляционная связь между повышенным показателем КПУ и увеличением степени коэ микроорганизмов, однако недостаточно ясно указано, в чем связан данный вывод. И еще по тексту диссертации были обнаружены некоторые технические ошибки и отпечатки в странице 86 и 89 и в литературе. Указанные замечания имеют принципиальный и имеют редакционный характер, не касаются существа исследований, не снижают общеположительные оценки работы. Ситуационная работа докторанта Жан-Магангета-1 и Габиджан на тему генические и микробиологические аспекты стоматологического здоровья у детей при ортодонтическом лечении на соискании степени доктора философии ПНТ по специальности 6D110100 медицина является завершенным научным документом. Работа выполнена на актуальную тему, содержит новые обоснованные результаты, имеющие значение в практической медицине. Содержание диссертаций после актуальности, нанесения от рума проведенных исследований, научной практической значимости и полученным результатом в соответствии с требованиями правил присуждения учебных степени Комитета по надзору аттестации в сфере образования и МОНРК, предъявляемых диссертаций на соистальной степени доктора философии ПНТ по специальности 6D110100 медицина. Благодарю за диссертанту. Слово предоставляется диссертанту для ответа на вопросы МОНРК, предоставляется диссертанту для ответа на вопросы. И оставили в виде текста эти данные. Касательно замечания по техническим ошибкам и отпечаткам, а также по указанию на зоне артентистик конструкции, данное замечание было устранено в ходе подготовки к публичной защите. По пятому замечанию, с чем связано повышение показателя интенсивности калийца зубов, это связано с изменением вегенического уровня, в состоянии полости рта. Благодарю вас. Спасибо. Слово предоставляет второму официальному лицензенту Могулу Панату Мадееву, кандидату медицинских наук, астенту кафедры терапевтической и ортопедической стоматологии и ортопедической стоматологии. является отсутствие профилактических мероприятий, которые ведут к плохой гигиене полости рта и увлечению колонизацией микроорганизмов. Применение ортопедических устройств является одной из причин развития кариеса зубов и воспалительных заболеваний парадонта. При ортопедическом лечении изменяется состояние гигиены полости рта, состав микрофлоры полости рта, увеличивается число патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, появляются явления дисбактериоза. Диссерционная работа соискательно написана в классическом варианте. В обведении цели задачи сформировано корректно. Положения, выносимые на защиту практическая значимость работы, отражают сущность исследования. Диссерционная работа изложена на 113 страницах из введения обзора литературы главы собственных исследований, заключение выводов практических рекомендаций. 142 источников литературы и 7 приложений. Работа проиллюстрирована 16 таблицами и 55 рисунками. Введение обосновывает актуальность проводимых автором исследований и в частности значимость профилактики кариеса зубов и заболеваний парадонта во время ортонатического лечения. В главе литературного обзора подробно представлено описание проблемы стоматологических заболеваний на сегодняшний день, влияние состояния гигиены полости рта, ортонатических аппаратов на изменение микробного пейзажа во время ортонатического лечения, которые в свою очередь приводят к развитию кариеса зубов и заболеваний парадонта. В главе материалов и методов исследований приведены характеристики примененных методов. В главе результатов собственных исследований представлены результаты исследований. Первое. По стоматологической заболеваемости 1600 детей и ключевых возрастных группах 6, 12, 15 лет, согласно критериям ВОЗ. Второе. Уровень владения и знания гигиенических навыков у детей с зубочелюстными аномалиями в возрасте 12 лет. Результаты ортонатического лечения 200 детей в возрасте 12 лет в основной и дополнительных группах, включая результаты применения в основной группе съемной модифицированной ортонатической конструкции, разработанной соискателем и соавтором на базе НИЦК-ГМО. Результаты микробиологического исследования 200 детей при ортонатическом лечении. Экспериментального исследования влияния антисептического раствора 0,05 раствора хлоргексидина библюканата на микрофлору полстерта при ортонатическом лечении. Заключение диссертации четко отражает суть выполненного исследования. Степень обоснованности и достоверности каждого результата, выводов, рекомендаций и заключения сформулированных диссертаций. Все полученные результаты и выводы диссертации обоснованы благодаря достаточному объему первичного материала к применению комплекса информативных методик, которые подтверждены цифровым материалом, представленным в виде таблет, гистограмм и картин. Методики обработки полученных результатов являются общеизвестными и общепринятными. Выводы логичные и вытекают из полученных результатов исследования, а практические рекомендации основаны на аргументированных заключениях. Научная новизна обуславливается тем, что на основе проведенного исследования разработан комплекс мероприятий по снижению риска развития кариеса зубов во время ортодонтического лечения. Доказана лечебная эффективность модифицированной съемной ортодонтической конструкции. Приведенные исследования характеризуются внутренним единством и направлены на решение поставленных целей и задач. Полученные результаты, взаимосвязанные между собой, подтверждают положение, выводы, практические рекомендации данной научно-исследской работы. Выполнение диссертационного исследования направлено на решение одной из актуальных проблем в стоматологии, в частности в ортодонтии, улучшение стоматологического здоровья детей, находящихся на ортодонтическом лечении. Результаты работы внедрены в лечебный и учебный процесс на кафедре стоматологического детского возраста, хирургической стоматологии КГМО, в лечебный процесс стоматологических клиник. Поэтому значимость проведенного для практического дробления очевидна. Результаты работы подтверждены актами внедрения. По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 5 в научных изданиях, рекомендую их Комитетом по контролю в сфере образования Министерства образования и науки в Казахстане, два международных изданий, входящих в базу данных Скопус, стоматология России и Джорджиан Медикал Ньюс Грузия. Материалов международных конференций из них, два в материалах ближнего зарубежья, два в дальнего зарубежья и три в выступлениях на международных конференциях. Также получен инновационный патент от 15 апреля 2015 года. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. Они были обсуждены в ходе анализа работы. В тексте имелись ряд отпечаток стилистических и грамматических ошибок, которые устремлены диссертантами. В разделе результатов исследований часть информации о продублированных таблицах и рисунках, таблицах 16 и рисунок 52. В разделе материалы и методы результатов собственных исследований имеются большие таблицы, что перегружает, на мой взгляд, диссертационную работу. Средсообразнее было бы сократить таблицы. И ряд вопросов у меня возникло тоже при анализе этой работы. Первый вопрос это кем и где проводилось эпидемиологическое и стоматологическое обследование. Второе, почему для исследований был выбран контингент детей в возрасте 12 лет? И третий вопрос, он на него частично диссертант уже ответил, это задавала Клара Зухарнаевна Шалубаева. И последний у меня вот такой вопрос. Почему нельзя было построить эту работу на... Вот вы являетесь автором такого хорошего ортодонтического аппарата, можно было в рамках оставаться нашей профессии, не идти в микробиологию, на мой взгляд, и сделать эту работу. Потому что данный аппарат, его новизна еще заключается в том, что он не вызывает рвотный рефлекс. Вот автор об этом не говорит. Стелетирование протезного поля приводит к тому, что этот аппарат оказывает свое лечебное воздействие, но не вызывает рвотного рефлекса. Мы во многом не можем использовать данный аппарат, потому что у детей граница задняя должна доходить до перехода твердого в мягкое небо. Возникает рвотный рефлекс, и невозможно данный металл. Он очень эффективный, потому что гигиена так же, и микробиологические показатели. Я бы сделал вот так работу, на мой взгляд, в нашей профессии. Спасибо. Спасибо, Канат Владимирович. Если там, пожалуйста, вам слово предоставляется для ответа на вопросы. Канат Владимирович, благодарю вас за рецензию. Касательно ваших замечаний, в ходе подготовки к публичной защите они были устранены. Разрешите ответить на ваши вопросы. Кем и где проводилось эпидемиологическое стоматологическое обследование? Эпидемиологическое стоматологическое обследование было проведено нами сотрудниками стоматологии детского возраста в школах города Караганду, которые территориально курируются стоматологическими применениями. Касательно второго вопроса, начнёт выбор контингент детей в уже с 12 лет. Данный возрастной период позволяет применить как сёмную, так и несёмную технику. Так как в данном возрастном периоде происходит смена временной, где был очень постоянный, но ещё постоянный период полностью сформированный. Поэтому есть возможность применить две разные техники и провести сравнение. Слово предоставляется первому научному руководителю диссертанта, кандидату Алексею Смур, доценту, заведующего кафедра стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии к организму сайта Министерского университета с полетаемостью к маме подъёма. Уважаемые председатели, уважаемые детского совета, хотела бы в первую очередь поблагодарить вас за столь высокий интерес к работе, за вашу неравнодушность, за ваш профессионализм. Большое вам спасибо. Что касается Жан Макометовой Адина Габиджаны, Адина Габиджана со студенческих лет проявляла большой интерес к научным исследованиям. Она занималась в студенческом научном кружке, активно занималась работой, будучи магистрантом. Прошла конкурс, поступила в докторантуру. В докторантуру она формировалась, я думаю, ещё будет формироваться как хороший, талантливый исследователь. Человек она очень ищущий, любознательный, который умеет анализировать. Хочу сказать, что она достаточно хороший клиницист, который сейчас ведёт достаточно сложный приём различных ортодонтических пациентов. По работе, почему выбрана именно вот эта тематика работы, да, конечно, в стоматологии очень много исследовано, но вместе с тем остается ещё много белых пятен. Проблема кариеса, какая бы она исследована, не была бы до конца, она всё равно остаётся ещё белым пятном, потому что с каждым годом отмечаем прирост кариеса зубов и вместе с тем мы отмечаем прирост из зубочелюстных аномалий. Если раньше мы говорили о том, что зубочелюстные аномалии не занимают ведущее место среди всей зубочелюстной патологии, сейчас мы говорим о том, что зубо-челюстные аномалии выступают практически на первый план наряду с кариесом и заболеванием парадонтов. Поэтому исследование этого контингента, этой нозологической формы было достаточно интересным. Что касается проблемы возникновения кариеса, ношение афтологических аппаратов, полость рта, оно приводит к аргезии микроорганизмов. И сейчас мы говорим о том, что кариес вызывает целый симбиоз микроорганизмов. Если мы раньше говорили о том, что имеются какие-то определенные факторы, которые при развитии края, то сейчас микробные факторы выступают на первый план. Поэтому с этой точки зрения эта работа достаточно интересная. Я думаю, что она получит достойную оценку в 17-м исследовании. Спасибо. Аккулевна. Соборится на научному консультанту. Результаты, ответы, совместно, добавлены, кандидата в медицинских наук, в процентах в заведении микробиологии и организма в участие. Уважаемые коллеги, уважаемые председатели, уважаемые учителя Сергея Викторовича. Буквально совсем недавно время не прошло, когда я точно так же стояла на защите. Представляете, Сергей Викторович сегодня вспомнил, что вырос. Спасибо, Сергей Викторович. Вы знаете, оказывается, так быстро наступает момент, когда я выпускаю свою первую ученицу. И мне очень, я вам очень признательна за то, что вы так активно рассмотрели нашу работу, разложили ее по полочкам. Дело в том, что Адина Габиджановна пришла к нам на кафедру студенческого кружка. И благодаря тому, что она все ступеньки нашего микробиологического обучения прошла еще со студенческих лет, ей хватило силы, харизмы и, наверное, своей клинической направленности, ловкости лабораторной для того, чтобы выполнить эту работу. И, конечно, кафедра ей помогала. Это совместный труд кафедры Слана Тулевны и нашей микробиологической. У нас в УЗИ очень сильно чтутся традиции. И эти достижения ей повезло. Она счастливчик. Как раз тот год, когда она поступила в докторатуру, открылся лабораторию коллективного пользования практически под ключ. И мало детов спектрометрия была доступна нам, у людей. И все реактивы, расходники. И все 200 исследований были проведены за счет средств КГМУ. Поэтому родители этих детей очень активно откликнулись на наши микробиологические исследования. Этой работой мы хотели показать о ключевых позициях. Все-таки корресогенности стриптополков. И я думаю, что какие-то основные механизмы и КГМУ научный руководитель, научный консультант и все, кто трудились над этой работой, они показали. Доктор Гринзбовский очень сильно хотел, чтобы было 400 исследований. Но мы смогли уложить в нашу диссертацию только 200, потому что по экономическому позиции. Сама Адина, она очень упорно исследовала. Кроме того, что был большой задел на пациентах, была еще сделана большая экспериментальная работа, которую она проводила самостоятельно. Конечно, мы помогали. Это ее вклад в очень большой микробиологический фрагмент. Спасибо вам за оценку нашей работы. Спасибо, Савелья Балказаевна. Действительно, Адине Гадиджану не повезло. У нее большой дружный коллектив руководителей и научных консультантов. Но, к сожалению, на сегодняшнем заседании два научных консультанта не могут присутствовать. Поэтому мы предоставляем слово ученому-секретарю, ассоциированному профессору Маркову Балжан-Каденовичу, для ознакомления с отзывом зарубежного научного консультанта. Уважаемые члены, разрешите представить ваше внимание отзыв зарубежного научного консультанта, старшего советника Национального института общественного здоровья города Росла, Норвегия, старший советник университета города Росла, Норвегия, заведующий Центральной научной исследовательской лаборатории Северного Государственного медицинского университета России, профессору кафедры общественного здоровья и здравоохранения Северо-Восточного федерального университета России. Гребежовский Андрей Митиславович. О своем отзыве отмечает он, что за время прохождения дарубежной научной стажировки в Северном государственном медицинском университете города Архангельск, Россия, докторант удалось ознакомиться с научно-практической деятельностью школы общественного здравоохранения СГМУ. Также во время стажировки проводились консультации и обсуждения основных разделов и предварительных результатов директорной работы. В процессе работы на диссертацию Жан-Магомед Вадина Гребежановна зарекомендовала себя как инициативный, творческий исследователь, квалифицированным специалистом, способным самостоятельно решать научные и практические задачи. Диссертационная работа Жан-Магомед Вадина Гребежановна посвящена важной и актуальной тематике, является законченным научным исследованием с высокой практической значимостью и может быть рекомендовано к публичной защите. Второй отзыв научного консультанта, кандидата миксинских наук, доцента, кафедры стоматологии детского возраста Северного государственного медицинского университета Российская Федерация, Горбатвы Марии Александровны. Также отзыв положительный, отмечается за время прохождения зарубежной научно-исследовательской СГМУ и на этапе выполнения данной диссертации автора проявила как ответственный, исполнительный и самостоятельный исследователь. Докторатом были освоены навыки научно-исследовательской работы, в частности планирование работы, навык материала, проведение исследований и представление результатов исследования. Данная работа является законченным и самостоятельным исследованием, содержащим совокупность новых научных результатов. Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационной работе на искание степени доктора философии PHD по специальности медицины и рекомендованной публичной защите. А содержание и квалификационные характеристики диссертации позволяют считать Жармагомедову Адину Габижанову застойной искомой степени. Спасибо. Спасибо, Павел Иванович. Уважаемый член диссертационного совета, будут ли у кого-нибудь вопросы диссертанту? Тогда давайте перейдем к обсуждению данной проблемы. Пожалуйста, кому-нибудь угодно прискрыться. Замечаемое отношение целей исследования. Мы установили, что в этой конструкции является нарезной основным элементом работы. Поэтому цель исследования здесь написано изучить влияние биологического и физических факторов на стоматологическом уровне. Очевидно, что то и другое это влияние. Я предлагаю изучить влияние новой модели съемного процесса на состояние порции сердца и самоплодистической лечения. Мы понимаем, что это ваше мнение, но, к сожалению, мы не можем внести мнение. Если так, это может использоваться в дальнейшей своей работе на получение, скажем, звания, публикации, но внести изменения в ту работу, которая сейчас у нас имеется, мы, к сожалению, не можем. Хотя, конечно, хотелось бы все. Еще будут какие-то? Можно? Да, да. Слышите. Знаете, наверное, я сегодня, слушала пока эту защиту, ощутила себя шахтером таким. То есть мы добываем полезное ископаемое, да, переемное малое в огромное количество, вот, ну, баллазка, скажем так. То есть работа в сущности, когда вот после особенного выступления абонентов, она стала ясной, она действительно хорошая работа, с хорошей направленностью, хорошее практическое исследование, действительно нужное для детей. Вот. То есть реально диссертационная хорошая работа. Но почему-то товарищ диссертант у нас сделал все, чтобы зашифровать ее, вот, вот, действительно, шифровка. И здесь, конечно, я призываю всех коллег наших, ну, действительно, проанализировать то, что мы слышали по ответам, по всем выступлениям, да, по ответам на вопрос, по выступлениям руководителям, и действительно по достоинству ее оценить. А на будущее, на будущее я не предлагаю вспомнить сейчас. За это мы ругали в свое время на занятиях товарищей диссертантов, кстати говоря. Вот, по научной новизне. Впервые проведена сравнительная оценка характеристики, а сравнительные характеристики гигиенических и других факторов. Сразу возникает вопрос, ну и что? Ну провели, и провели. Дальше-то что? То есть в такой ситуации надо было просто провели, молодцы. А что вы получили? Так коротко сказать, что вы получили, чтобы могли оценить. А то мы могли провести и ничего не получать, собственно, было, поэтому и так, собственно, можно говорить по каждому пункту. Может быть, я не стала сама работой, может быть, аннотация составлена не очень удачно, я тоже допускаю, а сама в самой работе это все сделано довольно подрочно. Ну а в целом, после того, как уже получили ответы на все вопросы, я считаю, что эту работу можно поддержать, она имеет безусловное практическое значение, вот. У нее есть и теоретическая новизна, но автор заслуживает присуждения в том степени. Это мое мнение. Спасибо. Можно? Уважаемый председатель, уважаемый член Совета, я хочу, прежде всего, поблагодарить администрацию университета, дистрибционный совет председателя за приглашение. Мне очень приятно выступать и видеть здесь родные лица. Я больше 10 лет проработала в этом университете, поэтому для меня это честь, что я выступаю на вашем совете. Работа очень интересная, работа очень интересная и актуальна, потому что зубочелюстных аномалий год от года все больше и больше становится, к сожалению. Они у нас уже формируются, у наших деток, уже в молочном припусе, даже в 3-4 года считается, что 25% детей имеют формирующиеся зубочелюстные аномалии, которые со временем превратятся уже, так сказать, сформированы в зубочелюстные аномалии. И сегодня моду у наших детишек носить эти брекеты. Вот именно мода. Сейчас есть вот лингвальные такие брекеты, которые они носят со стороны, с язычной со стороны, со стороны собственного полости рта. Естественно, они являются регуляционными пунктами, где больше всего скапливается мягкого зубного налета, который является первопричиной, является, так сказать, началом развития кариозного процесса. Поэтому, конечно, приведение в состояние, в комфортное состояние полости рта, в хорошее гигиеническое состояние является задачей номер один. Их действительно очень много. И сегодня диссертант ответил на многие вопросы, она владеет материалом, но где-то, можно так сказать, она переволновалась, что-то не ответил, но действительно, так сказали, что рецензенты все дополнили этой работой, мы поняли суть этой работы. И вот преимущество этих съемного ортодонтического модифицированного аппарата заключается и в том, что, скажем, улучшается, то есть уменьшается, уменьшается, да, бактериальная, микробная обсемененность, улучшается состояние полости рта. И не нужно забывать о том, что здесь задали вопрос, сколько стоит этот съемный аппарат, около 9 тысяч, да, мы говорили. Сегодня наши брекеты, они стоят как минимум 60-75 тысяч телье на одну челюсть. Ну, представьте себе, 150 тысяч, это далеко не каждый родители могут позволить себе, так сказать, ребенке поставить эти несъемные, эти брекет-системы, которые, я повторяю, дети очень увлечены и за моду считают. Здесь также был вопрос о том, что вот какое имеет значение там уровня санитарной грамотности, то есть образование, то есть это говорит об уровне санитарной грамотности, о том, что насколько прививают дома детям навыки ухода за полости рта, конечно, это имеет очень большое значение. Я думаю, что интерес действительно был, потому что для нестоматологов эти вопросы очень интересны. Вот почему именно индикаторный возраст на 6 лет только-только прорезается первая постоянная зуба, 12 лет прорезались все, кроме 8 зубов, а 15 лет уже сформировались корни, то есть уже готовый постоянный прикус. Это ВОЗ предлагает, это давно известно, и стоматологи пользуются именно этими возрастами. Лариса Евгеньевна задавала вопрос о том, что вот, так сказать, реклама и так далее, и тому подобное. Здесь уместно вспомнить феномен Биаджер, что когда дети будут делать не то, что нужно, не то, что полезно, а то, что им интересно. Поэтому, несмотря на то, что нам реклама, так сказать, составляет нашу жизнь, то, что нам показывают с утра до вечера зубные пасты и зубные щетки, тем не менее дети в силу того, что это ребенок, в силу собственной, так сказать, психофизиологических, психоэмоциональных, что ли, особенностей, он неохотно чистит зубы. Это мы все видим, как они чистят зубы, каково состояние полости рта. Поэтому здесь, конечно, проводить вот эту работу по первичной профилактике, по улучшению гигиены полости рта должны, что называется, денно и ночно, и начинать это от родителей. В школах должны быть когда-то были кабинеты гигиены, в детских садах и в школах для того, чтобы приучать их и закреплять эти навыки, что очень важно. Это все связано, так сказать, с их областом. И поэтому я считаю, что работа интересна, она актуальна и однозначна в связи с высокой распространенностью всякой зубочелюстной аномалии заболеваний. Она интересна, она нужна и экономически она получается намного выгоднее, чем эти съемные протезы. Поэтому я думаю, что диссертант заслуживает до скорой степени. Я благодарю всех вас за этот интерес, который проявили нестоматологи к нашей проблеме. Я думаю, что диссертант заслуживает искомой степени доктора П.Х.Т. Спасибо, Владимир Куменов. Мы тоже очень рады, что у нас здесь сегодняшний день диссертного совета, и нам сейчас очень квалифицировано все подробно объяснить. Надо некоторые вопросы, которые, наверное, этим может быть остались. Пожалуйста, еще клиенты. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, конечно, актуальность из выступлений уже ясна, но и было ясно, в принципе, известно, что тема, конечно, актуальна. Тема очень актуальна. И, в принципе, что я хочу показать. Когда планируется любая работа, я думаю, и диссертанты, и научные руководители, в общем-то, они ставили то, что надо изучить, то, что новое. И, в принципе, научной новизны в работе много. Единственное, вот даже вот в этих просто вносимых положениях и так далее, надо было сформулировать, то есть именно на современном этапе, то, что вот эти гигиенические, микробиологические факторы именно в данном регионе, не по всему Казахстану, в этом заключается. Даже изучение в этом регионе, это тоже актуально. Может быть, какие-то другие факторы играют на современном притапе и так далее. А благодаря вот нашим вопросам члена диссертационного совета, благодаря рецензентам и так далее, основная эта суть работы в этом аппарате значилась. И она очень высокая. Очень высокая. Соответственно, но, к большому сожалению, это не выносится ни в практических рекомендациях, ни в положении выносимых назад, считывая. В целом, работа, конечно, актуальна. И благодаря вот этим вопросам, проявленному интересу, в общем-то, мы выявили эту суть работы. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Оксана Лопоничевна. Оксана Лопоничевна. Оксана Лопоничевна. Оважаемые коллеги, ввиду того, что все-таки к стоматологии мы имеем прямое отношение, но не в этом кабинете, то я предлагаю в выводах по обсуждению этой работы как-то прислушаться к тому, что говорит Клоразул Канайна, как благополучно приехал в жизнь. Спасибо. Потому что мы полагаем на вас. Но я еще раз хочу сказать, что я как-то предлагал. Может быть, нам стоит проводить какое-то рассмотрение предварительное. Я вас уверяю, что предварительное рассмотрение выявило бы все вот это. Мы сейчас не говорили о том, что вывод 5 ни о чем, вывод 3 незачем. Значит, новизна не согласуется с выводами. Какое счастье, если рецензент в ВАКе, или как он теперь называется, найдет соответствие задач, вывода, и на визне, потому что здесь тоже проблема существенная. Тут, понимаете, по формальным признакам очевидны нестыковки. Понятно, что все это актуально, и надо изучать, и надо выращивать специалистов. Надо выращивать их, понимаете. То есть, не захваливаться вот так, все замечательно, все хорошо. Надо выращивать. То есть, это нужно готовить. Смотрите, по-моему. Согласуем. Да, то есть, как бы, ну, я собираюсь голосовать на эту работу, но только потому, что ее поддерживают стоматологи. Ну, вообще у нас голосование тайное. А, нет, я же имею право говорить, что я призываю остальные. А как вы будете голосовать, я не знаю. В галерии такой. Отвечательно, уходишь. Спасибо. Объем, конечно. Спасибо. Пожалуйста, еще один. Разрешите, я тоже скажу несколько слов. Действительно, в ходе обсуждения, и очень, наверное, хорошо, что вот так вот на заседании не только стоматологи, но и других специальностей, тоже специалистов, потому что каждая свою область хочет в этой работе найти какой-то уголок своей области. И поэтому много интересных вопросов. Но вот что мне в работе это понравилось, и я думаю, что вот Дзертан, действительно, может быть, этой работой она не показала только вот большой труд, который был ей выполнен. Во-первых, это огромные эпидемиологические исследования. Я, конечно, далеко от мысли, что она каждого из полторы тысячи детей сама обследовала. Но систематизировать и проанализировать вот этот эпидемиологический исследование, эпидемиологическое, это очень большая работа, и это нужная работа, потому что более 10 лет такая работа не проводилась в нашем регионе. Вообще, вот сегодня у нас как будто 1 июня, День защиты детей, мы уже в основном диссертационную работу рассматриваем по лечению, диагностике, лечению заболеваний у детей. Поэтому, конечно, это супер важная задача здоровья детей, пусть это будет стоматологическое здоровье, почему-то какое-то другое здоровье, но это супер важная задача на сегодняшнем этапе. И я бы хотел еще один момент удивить, это вот тот аппарат, который предлагается, мне так посчастливилось более подробно ознакомиться с методикой его применения этого аппарата, мы с диссертантом долго разговаривали в отношении того, насколько это все лучше. И диссертант меня действительно убедил, что этот аппарат он легче, он хорошо переносится, он сокращает все-таки период лечения не на дни, как у нас у хирургов, там, кое-как один сократился на 10 дней, на 5 дней, на 2 дня, а здесь сокращается месяца. Представляете, это действительно серьезный результат, который был достигнут, который был, может быть, не показан так вот явно, но я думаю, что в дальнейшей своей работе диссертант учтет эти вот моменты, которые здесь были высказаны, и я думаю, что те статьи, которые будут публиковаться в рейтинговых журналах, будут содержать полноту всех тех замечаний, вернее, всех тех выводов и анализа, которые были сделаны в зеркалке. Всем большое спасибо за плавотворную такую дискуссию, и предлагаем на этом завершить обсуждение. Четыре часа. Если возражений нет, то мы перейдем к процедуре голосования. Для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе Шамандану Галияму Судутмена, Гуляев Александр Евгеньевич и Алкенов Нурлан Евгеньевич. Кто за данные состав счетной комиссии, против нет, воздержавшихся нет, состав счетной комиссии утверждается единоклассно и объявляется прорыв для тайного голосования. Я и не предлагаю тебе процедуру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Протокол номер один заседание счетной комиссии. Счетная комиссия избрана диссертационным советом 6D 11.01.200 по специальности медицина Карагандинского государственного медицинского университета на заседании от 21 декабря 2017 года в составе Шайбарданова Галина Судутовна, Гуляева Александра Евгеньевича, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Оказалось, в бюллетене в Урне 14 Результаты голосования за 13 Против 1 недействительных бюллетеней нет Поздравляем Уважаемые коллеги, есть предложение утверждить протокол счетной комиссии Открытым голосованием кто за? Протокол счетной комиссии утверждается единогласно Таким образом, диссертационный совет Будет Хататайса перед комитетом в сфере образования и науки в Министерстве образования Республики Казахстан о присуждении Жан Магомедовой о Дени Габиджане в степени доктора философии PHD по специальности 6D 1101 00 медицина Поздравляем И разрешите сразу зачитать заключение Диссертационного совета Нет, давайте до заключения Мы все-таки слово предоставим Нашему диссертату Уважаемые председатели, члены диссертационного совета присутствующие Позвольте выразить огромную благодарность всем тем, что принимают участие в подготовке в представлении публичной защите и обсуждению нашей диссертационной работы Позвольте выразить слова благодарности диссертационному совету за доставленную возможность защититься в данном диссертационном совете Благодарю, что мы выделили свое время и проделали такой путь для участия в данном диссертационном совете Хотелось бы выразить искреннюю признательность и благодарность моему научному руководителю Сусплану Юрьевне за помощь на всех этапах выполнения диссертационной работы моему научному консультанту Сауре Балтовальне за помощь в выполнении микробиологического фрагмента диссертационной работы Разрешите выразить глубокую признательность официальным рецензентам Алмеу Ахитовне и Канату Мадевичу за объективные отзывы которые позволили выявить недостатки а также за общую положительную оценку нашей диссертационной работы Также хотелось бы выразить благодарность сотрудникам кафедры микробиологии Альфея Даяровне Алене Владимировне сотруднику кафедры лаборатории коррекционного использования и ассистенту кафедры стоматологии детской лодочкой и хирургической стоматологии Канаго Терековне за помощь в выполнении исследований В заключении хотелось бы выразить искренне признательность всем присутствующим здесь в качестве гостей и слушателей за внимание проявленное к нашему исследованию Благодарю за внимание Спасибо Теперь разрешите зачитать заключение диссертационного совета Диссертационный совет 6D 1101-00 по специальности медицина на основании публичной защиты диссертационной работы Жанна Гамбетова и Адина Габиджан на тему гигиенические и микробиологические аспекты стоматологического здоровья у детей при администическом лечении по специальности 6D 1101 по руля пацина научной дискуссии результатов тайного голосования ходатайства перед комитетом по контролю в сфере образования медики МНРК о присуждении степени доктора философии ПСД Жанны Гамбетовой Адине Габиджан Будут ли какие-то дополнения? Есть ли какие-то замечания по работе диссертационного совета под вложения рекомендаций? Нет, замечаний нет Тогда благодарю всех за работу Большое спасибо всем, кто приехал Большое спасибо всем, кто приехал